Совершенно секретно. Фердинанд Шернер. Фердинанд Шернер родился 12 июня 1892 года в Мюнхен, Королевство Бавария, Германской империи. Последний по дате присвоения звания и по дате смерти генерал-фельдмаршал армии Третьего рейха. Единственный, кто дослужился в германской армии этого высшего воинского звания, начав службу рядовым солдатам, кавалер Рыцарского креста, Железного креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами, а также множеством других наград нацистской Германии. Биография. Фердинанд Шернер родился 12 июня 1892 года в Мюнхене в семье офицера полиции. В октябре 1911 года был призван на военную службу рядовым в Лейбфгардейском баварском пехотном полку Германской империи. В 1913 году уволен в запас в звании вицефельфебель в годы Первой мировой войны. С началом Первой мировой войны Фердинанд Шернер вернулся на военную службу в качестве военноопределяющегося. В ноябре 1914 года получил временное звание лейтенанта без патента. Официальное звание лейтенанта получил в декабре 1917 года. В то время Шернер командовал 12-й ротой Лейбфгардейского баварского пехотного полка Германской империи. И был награжден высшим прусским военным орденом. Орден за заслуги. За отличие в битве при Капаретто. Ранее он уже был награжден железными крестами обеих степеней. Двумя баварскими орденами и одним австрийским орденом. Между мировыми войнами. Оставался на военной службе в Рейсфере. Участвовал в подавлении нацистского пивного путча в 1923 году. К началу Второй мировой войны полковник. Во время Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны Фердинанд Шернер участвовал в польской компании вермахта в 1939 году. В должности командира 98-го горно-гейгерского полка. Награжден железными планками к железным крестам. Повторное награждение. Участвовал во французской компании 1940 года. В балканской компании 1941 года. Командовал 6-й горно-дивизией. Звание генерал-майора. За прорыв греческой обороны линии Метаксоса. 20 апреля 1941 года. Награжден рыцарским крестом. В 1942-1943 годах Шернер был командиром 19-го горным корпуса Плапландии генерал-лейтенант. С октября 1943 года командовал 40-м танковым корпусом на территории Украины генерал горных войск. 17 февраля 1944 года. Награжден дубовыми листьями. Номер 398 к рыцарскому кресту. 7 апреля 1944 года был командующий группой армии Южная Украина генерал-полковник. С 25 июля 1944 года командующий группой армии Север. К 1944 году Шернер пользовался особым доверием Гитлера. Историческая справка. 40-й танковый корпус. Это оперативно-тактическое объединение сухопутных войск нацистской Германии в период Второй мировой войны. Сформирован 9 июля 1942 года на основе 40-го армейского корпуса моторизованного. Боевой путь корпуса. В июле 1942 года бои на реке Дон. С августа 1942 года бои на Кубани. В 1943 году корпус отступил в Украину. В марте-апреле 1944 года бои в Румынии в районе Яс. С августа 1944 года бои в Литве. Затем в Восточной Пруссии. С января 1945 года бои в Польше. С февраля 1945 года в Силезии. Состав корпуса. В июле 1942 года. В состав 40-й танковый корпус входили 3-я танковая дивизия. 23-я танковая дивизия. В июле 1943 года. В июле 1943 года. 46-я пехотная, 257-я пехотная, 333-я пехотная дивизии. В ноябре 1944 года. 19-я танковая дивизия. 25-я танковая дивизия. 28-я танковая дивизия. В июле 1945 года. Шорнен назначил командующей группы армии «Центр». В конце войны, 5-го апреля 1945 года, Гитлер присвоил шорнену звание генерал-фильмаршал. 30-го апреля 1945 года был указан Гитлером в своем завещании как министр обороны в новом правительстве Деница. После окружения Берлина за несколько дней до его падения, исполняя приказ Гитлера, начал отвод войск в район Праги с намерением превратить город во второй Берлин. 7-го мая, после того как войска «Центр» были почти окружены к востоку от Праги, отдал приказ отступать на запад. С 15-го мая 1945 года взят в плен американскими воинсками. В конце мая 1945 года передан советскому командованию. После войны После войны содержался в Бутырской, Лефортовской, Владимирской тюрьмах. 11-го февраля 1952 года военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Шорнена к 25-ти годам заключения в советских лагерях. В апреле 1952 года указанным Президиумом Верховного Совета СССР приговор был сокращен до 12,5 лет заключения. 7-го января 1955 года отпущен ФРГ. В 1957 году Мюнхенским судом был приговорен к четырем годам лишения свободы за вынесенные Шорненом расстрельные приговоры подчиненным ему немецким солдатам за трусость и другие проступки. После события наказания жил без вестности в Мюнхене до своей смерти в 1973 году Шорнен стал последним живущим гитлеровским фельдмаршалом. Незадолго до его смерти 10-го июня скончался Эрих фон Венштейн. В мемуарах участников восточной кампании Вермахта встречаются неоднократные недобрительные отзывы о Ферненде Шорнере. Например генерал горных частей Диттль говорил «профессиональный до мозга костей офицер», как-то сказала Шорнене, что тому было лучше служить фельджандармам, которых солдаты именовали цепными псами, чем генералам. Это мнение широко разделялось в войсках, которые все еще были восприимчивы в том, что казалось их руководителей. Любопытно, что это же самый генерал, не проявивший никакого понимания своих войск на фронте и бессердечно осудивший их на смерть своими приказами любой ценой удерживать неудерживаемые позиции. В конце войны попал в плен к американскому. В одной из альпийских хижин, куда он бежал в попытке уйти от ответа за свои дела после сдачи Германии. Когда он попал в плен, на нем был традиционный баварский альпийский костюм, который он выменял на свою униформу и золотой партийный значок. Лишь за несколько недель до этого он подверг массовым казням немыслимое количество своих солдат за подобные проявления трусости. Грады Железный крест 2 класса 22 декабря 1914 Королевство Пруссия Железный крест 1 класса 27 января 1917 Королевство Пруссия Крест за военные заслуги 3 класса Орден за военные заслуги 4 класса с мечами и короной Орден Королевство Пруссия Нагрудный знак за ранение в серебре Медаль за выслугу лет в вермахте с 4 по 2 класс 2 октября 1936 Орден Короны Италии Командорский крест 2 августа 1938 Королевство Италия Медаль в память 13 марта 1938 года Пряжка к Железному кресту 2 класса Пряжка к Железному кресту 1 класса Орден Святой Александр 2 класса с мечами Царство Болгария Орден Креста Свободы 1 класса с дубовыми листьями Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами Рыцарский крест 20 апреля 1941 года Дубовые листья номер 398 17 февраля 1944 года Мечи номер 93 28 августа 1944 года Бриллианты номер 23 1 января 1945 года Медаль за зимнюю компанию на Востоке 1941-1942 год Золотой партийный знак НСДАП 30 января 1943 года Манжетная лента Курляндия Упоминание Вермахт Берихт 18 февраля 1944 года 30 января 1944 года 1 января 1945 года 5 апреля 1945 года орден Курляндия